МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Это программа «Семь дней спорта» на телеканале «Мой город» в студии Татьяны Савельева. Здравствуйте! Смотрите сегодня в нашей программе хоккейные баталии молодежки. Фармклуб Кемеровского Кузбасса, серебряный призер первенства страны. Под пристальным взглядом. Чтобы к нему приезжал в академию, чтобы он там выделялся. Как зажигаются футбольные звезды. Ученик достойный своего учителя. Надо почувствовать себя чемпионом. Мастера УШУ из Кемерово покоряют мир. И новые вопросы от профессиональных спортсменов нашего города. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Все чаще в российских профессиональных лигах стали появляться молодежные команды, так называемые фармклубы. Подрастающее поколение набирается опыта и со временем наступает на пятки признанным звездам. А вскоре эти мальчишки становятся большими мастерами. В этом сезоне в российской хоккейной суперлиге впервые прошло первенство молодежных команд. Каким оно получилось для Кузбасса-2 в нашем материале. Практически каждый мальчишка, пришедший в большой спорт, мечтает о будущем суперзвезды. Ну или хотя бы большого мастера своей игры. И такие звезды загораются, как правило, в юношеском возрасте. В США уже достаточно давно во всех игровых видах спорта существуют молодежные лиги. В России тоже дают дорогу молодым. В этом сезоне впервые в истории силами померились молодежные команды русского хоккея. Дружина Михаила Быкова пробилась в финальный этап первенства страны. За медали Кузбасс-2 боролся в оптимальном составе. Фамилия Егошина, Тримаскина, Горячева, Мансурова и других игроков молодежки известны кемеровскому болельщику по матчам суперлиги. По ходу сезона дублеры получили игровую практику в основе и стали серебряными призерами первенства страны. На каждую игру настраивались, в принципе, на последний бой, потому что знали, что это уже последний турнир у нас в сезоне. То есть сил уже экономить некуда. И уже все силы отдавали. Много эмоций, конечно. Все команды сильные. Вот. Проходных матчей никогда не было там. Ну, поэтому... И достойные медали, как бы, они очень даже... Ну... Дорогого стоят, в общем. Шесть фарм-клубов из Архангельска, Красноярска, Ульяновска, Краснотуринска, Хабаровска и Кемерово. Города с традиционно сильными школами русского хоккея и командами мастеров боролись в финале первенства по круговой системе. Этот турнир уже вошел в историю. «Кузбасс-2» вписал в него свое имя «Серебром». Перейдем в молодежных команд и их тренеров в новый сезон. Изменения, естественно, будут, потому что большая группа ребят перейдет в возрослую команду и добавятся игроки 1994 года. И, конечно, изменения будут. Опять их надо будет, как вам сказать, втаскивать, включать в систему той игры, которую мы поставили в середине сезона и уже на финале, она просматривалась четкой играми. Первенство мира среди юниоров принесло Кемеровскому клубу и его воспитанникам троих новоиспеченных чемпионов. Защитник Денис Горячев, полузащитник Константин Добрелин и нападающий Владислав Тарасов внесли весомый вклад в победу национальной сборной страны. По словам главного тренера чемпионской дружины, свою роль в этой победе сыграла и созданная лига. Это чуть ли не единственное средство, так назовем, для роста молодых игроков. И для них это своеобразный полигон для подготовки для первых команд, для каких-то дальнейших сборных. Я имею в виду молодежные, первые даже сборные. То есть это самое главное их, скажем так, рабочее место, где они должны учиться и работать, отдавать все свои силы. Воспитанник Кемеровской школы русского хоккея, чемпион и лучший бомбардир первенства мира среди юниоров Владислав Тарасов в Архангельск с молодежной командой не поехал. Во время подготовки к чемпионату мира хоккеист получил травму и выбыл до конца сезона. Сейчас Владислав проходит реабилитационный период. Разрешили плавать в бассейне. После месячного перерыва, полтора месяца, месяц, начал заниматься в зале. Велосипед потихоньку кручу, закачиваю мышечный корсет. Пина, пресс. Специалисты в один голос утверждают, появление молодежной лиги для игроков – возможность заявить о себе и не затеряться в команде мастеров. У хоккеистов фармклуба Кемеровского Кузбасса получилось и то, и другое. Впереди новый сезон, а пока есть возможность подлечить полученные раны и в будущем побороться за золото. Татьяна Савельева, Константин Червяков. Специально для программы «Семь дней спорта». Музей спорта детям под таким названием стартовала благотворительная акция в Музее физкультуры и спорта Кузбасса. С начала школьных каникул до 15 апреля дети из детских домов и интернатов, а также малоимущих семей смогут прийти на экскурсии бесплатно. С историей спортивных побед знакомился и Аркадий Кемеев. Евгений – большой поклонник футбола. Он и смотрит его по телевизору, и неплохо играет сам. Одно из самых больших впечатлений в жизни – личная встреча с капитаном сборной России Андреем Аршавиным. Прямо в детский дом приезжал. Я с ним даже за руку здоровался. Фотографировался с ним рядом, общался так. Так вы представляете? Нет, я даже не так представлял. Он подошел, он с моего роста почти. Я думаю, он вышел. И Валуев, ну тоже, они вместе стояли, ну и с ними тоже разговаривали. На этой выставке любимый спорт Евгения не представлен, зато есть возможность познакомиться с достижениями кузбасских спортсменов. Сегодня сотрудники музея знакомят ребят с экспозициями «История развития единоборств в Кузбассе» и «Путь к Олимпийскому пьедесталу в Сочи-2014». Воспитанники детского дома номер два – одни из первых участников акции «Музей спорта детям». Акция проводится совместно с воскресной школой преподобного Силуана Афонского. Православная церковь в Кузбассе охотно поддерживает спортивные начинания. Ведь победы в спорте – это в первую очередь достижение духа. Это же ведь ради нашего общества эти достижения совершались. Ради того, чтобы человек почувствовал себя частью, неотъемлемой частью нашей страны, нашей Родины. И в этом отношении и частью православной церкви тоже. Время для начала акции выбрано удачно. Оно совпало и с каникулами, и с Великим постом. Но есть еще одна дата, особенно важная для самих работников музея. 1 апреля этого года Музею спорта исполняется 19 лет. Музей, конечно, молодой, но и наши фонды, и коллекции растут, конечно, в геометрической прогрессии. Потому что спортивные достижения, они с каждым годом все вырастают, и их только больше становится. До 15 апреля выставки посетят десятки детей. Возможно, кто-то из них в будущем пополнит музейную коллекцию памятью о своих победах. Аркадий Кемеев, Алексей Зайтов. Специально для программы «Семь дней спорта». В футбол в нашей стране играют миллионы мальчишек. Кемерово уже третий год подряд принимает всероссийский турнир по футболу, посвященный памяти нашего земляка, мастера спорта Юрия Лукина. Юные спортсмены не только получают бесценный игровой опыт, но и возможность попасть в одну из самых известных футбольных академий страны. Подробности в нашем материале. Этим ребятишкам всего 13 лет, но выходя на поле, они ведут себя как профессионалы. Проявляется это в жестах и эмоциях. Они мечтают походить на кумиров, играть как Роналду, Месси, Аршавин, Павлюченко. Но может ли простой сибирский парень пробиться в элиту мирового футбола? Тренеры говорят, да, все зависит от удачи и, конечно, самого игрока. А такие турниры, как этот, своеобразный фундамент для будущих побед и карьеры профессионального игрока. Ребята на таких турнирах получают игровую практику. То есть это самое главное. Всегда тренироваться, как говорится, это, конечно, хорошо, но своеобразные вот такие турниры, это как экзамен для футболиста, на что, как они занимались на тренировках. И значение здесь, конечно, огромное. Прежде всего, получить игровую практику с командами с хорошего уровня, то есть командами со всего нашего региона. Два года подряд в турнире принимало участие 8 команд со всей Сибири. Сегодня эта цифра увеличилась до 11. Расширилась и география. Здесь представлена не только Сибирь, но и Урал. О турнире знают и ждут его не только юные игроки. Второй год подряд ни одного матча не пропускал тренер-селекционер Павел Табаков из Академии футбола. Его задача – разглядеть из 240 участников тех, кого потом пригласят в одну из самых престижных спортивных школ страны. Требования к юным талантам более чем серьезные. Он должен технически быть подковым. Потом он должен быстрый быть. И чтобы эти качества, быстрота, техника его, мышление футбольное, чтобы он приезжал в Академию, чтобы он там выделялся и был сильнее тех ребят, которые в Академии Коноплева. В прошлом году двое кемеровских ребят были приглашены в Академию футбола. У нынешних участников планы не менее амбициозные. Мы же каждый день ходим на тренировки, оттачиваем свое мастерство. Мы стремимся, чтобы нас забрали в бой, потом продвинуться за Россию, чтобы играть. Большой спорт начинается с малых побед. Мальчишки, выходя на поле, набираются опыта под пристальным взглядом специалиста. Так и загораются новые звездочки. Ксения Еременко, Татьяна Савельева, Эдуард Артеев. Специально для программы «Семь дней спорта». Тандем учителя и ученика в спорте – важная составляющая успеха. Это подтверждают кемеровчане Евгения Овчинников и его воспитанницы Елизавета Помешкина. Результатом их работы стали призовые места на чемпионате мира по УШУ. В секретах восточной философии пытался разобраться Кирилл Борискин. Шелест сдрагивающего металла, древесный треск от шеста, грациозно двигающийся алибарда. Спортивный зал, где проходят тренировки по древнему виду боевых искусств, чем-то походит на крохотную китайскую деревушку. Елизавета занимается УШУ уже 6 лет. Знает все базовые стойки и фигуры. Может легко управляться как с мечом, так и с алибардой. А вот на соревнованиях даже не ожидала, что ей улыбнется такая удача. Три первых места, одно второе. Говорит, что вряд ли это получилось бы без мудрых советов тренера. Надо почувствовать себя чемпионом, делать уверенно все, не смотреть в пол, всегда с высоко поднятой головой. Наставления разные, что четче, речи быстрее, больше тренировалась. Чтобы она не волновалась, самое главное. Волнение, если будет волнение, это все. Некоторые комплексы забывают, были случаи, когда раньше выступали. То есть вышел человек, растерялся, все, комплекс забыл. Во-первых, она волновалась. У нее уже большой жизненный опыт, такое соревнование, она уже меньше волновалась. То есть меньше волнения, больше успеха. Верно гласит поговорка, что какой учитель, такой и ученик. Своим упорством в достижении боевых высот Елизавету вдохновил ее тренер Евгений Овчинников. Честно говоря, учитель нам признался, что ехали на чемпионат мира всего лишь поучиться мастерству у других адептов восточных искусств. Однако неожиданно для себя стали примером другим участникам. Помимо тренировок молодых последователей УШУ, Евгений сам не оставляет занятия восточным боевым искусством. В основном он делает акцент на упражнения с саблей. И недавно занял первое место на чемпионате мира в этой номинации. Ну, во-первых, надо любить вид спорта. Во-первых, это трудолюбие. Надо усердно заниматься, когда что-то можно добиться. В мае Евгений со своими учениками планирует отправиться на международные соревнования, которые пройдут в Барнауле. Тренер надеется, что это станет отправной точкой в приобретении опыта для следующего гонконгского чемпионата. И медалей будет гораздо больше. Кирилл Борискин, Сергей Юрин. Специально для программы «Семь дней спорта». Игроки кемеровских профессиональных клубов задают вопросы своим болельщикам в программе «Семь дней спорта». В прошлом выпуске волейболист Кузбасса Вячеслав Махортов спрашивал, кто самый высокий игрок в клубе и какой у него рост. Узнаем ответ. Правильный ответ – Константин Порошин. Рост 2 метра 10 сантиметров. Поздравляю победителя. Девятый правильно на вопрос ответила Надежда Цыкунова. В подарок от волейбольного клуба «Кузбасса» она получила настоящий набор болельщика. Шарф, кружку и календарь с символикой команды. Следующий вопрос для знатоков русского хоккея. Всем привет. Меня зовут Семен Козлов. Внимание, вопрос. На какое время удален игрок, если судья показывает ему синюю карточку? Отвечайте правильно на вопрос, присылайте варианты на адрес электронной почты 7собакамойгород.тв. Тот, кто ответит правильно и окажется третьим, Семен Козлов выступает под этим номером, он получит в подарок от хоккейного «Кузбасса» фирменный шарф. Присылайте свои варианты ответов на вопрос, на какое время удален игрок, если судья показал ему синюю карточку. Напомню, адрес 7собакамойгород.тв. Имя победителя назовем в следующем выпуске программы «Семь дней спорта». Минувшая неделя оказалась богатой на события в профессиональном детском юношеском спорте. Рассказывайте о ваших достижениях, звоните к нам в редакцию по телефону 45 23 93. Все самое интересное о спортивной жизни Кемерово смотрите в программе «Семь дней спорта» и каждый будний день в новостях. До встречи на телеканале «Мой город» и болейте за наших! «Мой город» и болейте за наших!